Добрый вечер, в эфире новости Первоуральска, в студии Светлана Вахмянина. О главных событиях этого дня расскажу прямо сейчас. Выгода небольшая, ущерб крупный. Жители дома на улице Володарского увидели, что у подъездов пропал забор. Кому понадобилось ограждение? В Первоуральске готовятся к ЕГЭ. В школах проверяют видеокамеры, а кто-то считает деньги. Сколько можно заработать на продаже ответов? Город чемпионов прекращает работу. Об этом активисты объявили на соревнованиях по плаванию. В чем причина? Выгоды на 300 рублей, а ущерба на сотни тысяч. Сегодня утром жители дома на улице Володарского увидели, что у подъездов пропал забор. В управляющей компании утверждают, его украли. Наш корреспондент Елена Пряхина нашла часть забора в пункте приема металлолома. Эти фото нам прислала зрительница. На них двое неизвестных несут секцию преддомового забора. Женщина рассказала, что мужчины вышли из двора на улице Гагарина. Сначала один посмотрел по сторонам, махнул рукой и из кустов выбежали еще двое с забором в руках и перебежали через дорогу. Вот этого забора не стало полностью до суда. И там. Ограждения пропали сразу в нескольких дворах. На улицах Гагарина, Чкалова и Володарского. Одна из местных жительниц рассказывает. Ночью ее разбудил сильный шум. Выглянув в окно, женщина увидела троих человек и машину с выключенными фарами. В пунктах металлоприема говорят, чтобы принять передомовой забор необходим акт списания от управляющей компании, которой он принадлежал. Но некоторым приемщикам достаточно только паспорта человека, который сдает металлолом. Да, потому что это лом. Заграждение постоянно мог где-то менять. Во-первых, несколько. Вот так просто валяется. Вот просто идешь и валяется какая-нибудь часть ограждения. Если забор все-таки примут в пунктах металлоприема, то заплатят за него около 300 рублей. А вот затраты коммунальщиков будут в разы больше. Обустройство ограды у одного дома обойдется им примерно в 100 тысяч рублей. О непредвиденных расходах в управляющей компании узнали только вчера. Обеспокоенные жители буквально завалили их звонками с вопросом, зачем потребовалось убирать забор. Но демонтажом ограды занимались не коммунальщики. Сейчас планируем обратиться в полицию с заявлением о хищении. И в дальнейшем будем восстанавливать забор. После подачи заявления воришками займется полиция. Новый забор, говорят в управляющей компании, появится уже в следующем году. Денег для его установки сегодня у них просто нет. Елена Пряхина, Денис Хромцов, Новости, Первоуральск. Бизнес-форум идет в Первоуральске. Он собрал предпринимателей всего западного округа. Это более 200 человек из Ревды, Дегтярска, Режа и Березовского. Общались о наболевшем в инновационном культурном центре. На повестке дня господдержка, административные препоны и налоги. Это было бы удивительно, если бы предприниматели не хотели бы снижать налоговую нагрузку. Это снижение административных барьеров. Но надо сказать, что действительно работа, конструктивная работа предпринимательского сообщества и органов государственной власти, она приводит к постепенному снижению административных барьеров. На форуме члены правительства области, банкиры, эксперты, руководители надзорных органов, городские власти. Их спрашивали, к примеру, как приобрести землю для бизнеса и развивать технопарки. Участники форума также обсудили, на какую поддержку от государства могут рассчитывать предприниматели и как развивается бизнес в регионе. К примеру, для Свердловской области в этом году для реализации нацпроекта выделили рекордную сумму – 1 миллиард рублей. Средства планируют направить на развитие бизнеса и обучение начинающих предпринимателей. Добавлю, в регионе работают фонды поддержки малого бизнеса. С их помощью и реализуются госпрограммы. Одна из программ – это предоставление микрозаймов как на пополнение оборотных средств, так как раз и на инвестиционные цели до 5 миллионов рублей. Вторая программа касается предоставления льготных инвестиционных займов. Предположим, вот программа «Молодежь планирует бизнес». В ней приняли участие в прошлом году 2,5 тысячи молодых людей. И после обучения они представили свои бизнес-проекты, прошел конкурс этих проектов. И молодые люди получили финансовый ресурс для того, чтобы начать развивать свой бизнес. Представитель общественной палаты Свердловской области провел прием в Первоуральске. Александр Ханин встретился с горожанами в городской администрации. По одним вопросам дал рекомендации, другие взял на контроль. На прием пришли несколько человек. Одни просили помощи в решении земельного вопроса, другие пожаловались на неустроенный и грязный двор на улице Трубников. Там, по словам жителей, опасно нависают электропровода над детской площадкой, нет ограждений у полисадников, а управляющая компания не убирает подъезды и не чистит двор. Александр Ханин предложил не ждать коммунальщиков, а самостоятельно навести порядок. И предложил свою помощь в организации субботника. Еще несколько вопросов были переданы сотрудникам администрации и полиции. Напомню, Александр Ханин в общественной палате Свердловской области представляет Первоуральск. Этот консультативно-совещательный орган был создан в 2005 году по инициативе президента Российской Федерации. Палата является связующим звеном между горожанами и властью. Разыгрывая друзей, можно получить крупный штраф. Центробанк заявил, что из-за подарочных купюр участились случаи мошенничества. Банкиры предлагают на законодательном уровне запретить банкноты Банка Приколов. Центральный банк России рассчитывает на введение административной ответственности за печать сувенирных купюр. Их поддерживает большинство российских банков. Банкиры утверждают, что сувенирные деньги нередко используют для обмана, а не для розыгрыша. Так, например, в сентябре прошлого года в хранилище одного из банков в Казани пропало 230 миллионов рублей. Деньги подменили на билеты Банка Приколов. Центробанк уже предлагал ввести уголовное наказание за печать и распространение бумажных купюр из Банка Приколов. Но в 2016 году эта идея не нашла поддержку у депутатов Госдумы. В Первоуральске началась подготовка к сдаче единого государственного экзамена. Одиннадцатиклассники проводят за учебниками по 10 часов в день. Школы проверяют работу видеокамер и металлоискателей. А особо предприимчивые люди считают деньги, которые заработают на продаже ответов к ЕГЭ. Подробнее Никита Нехорошков. Лена, чай. Успокоительный сбор. Что-то я не волновалась. Спасибо вам. Успокаивающие травы в конце дня пьют и мать, и дочь. Первый экзамен у Ульяны Королевой ровно через неделю. О развлечениях девушка просто забыла. С утра до позднего вечера старшеклассница штудирует учебники. Сначала в школе, затем три часа с репетитором, а после – допоздна дома. Голова отключается, ты сидишь и не понимаешь, почему, зачем. Это, конечно, это морально давит. Ты всю жизнь ходил в школу и казалось, что это время не закончится, а оно закончилось. И закончилось довольно резко. И ты… Тебя просто поставили перед фактом. Ты сдаешь ЕГЭ, и от этого зависит все. Первоуральск готовится к сдаче единого государственного экзамена. Учителя пытаются, как говорится, надышаться перед смертью, прогнать за последние дни весь материал и заполнить пробелы в знаниях. Завхозы готовят классы в четырех первоуральских школах, где будут проходить экзамены. Уже заклеили учебные таблицы на стенах, в углах установили видеокамера и завели станции печати. Те аудитории, которые предназначены для проведения экзаменов, распечатываются экзаменационные материалы прямо здесь, в аудитории. И здесь же в присутствии детей, естественно, участников ЕГЭ, и им потом сразу раздаются в произвольном порядке. Такой контроль и секретность, чтобы исключить списывание на экзамене. Но в интернете на некоторых сайтах уже в продаже готовы ответы предстоящего ЕГЭ. Просят две тысячи рублей за один предмет. Продавцы уверяют, никакого мошенничества. Но открыто поговорить отказались. Установка камер наблюдения, металлоискатели, глушилок связи, все это выводит выпускников на панику и вводит сразу в ситуацию. Поэтому своеобразный сквоз, конечно же, формируется, и он очень-очень огромный. Во время сдачи ЕГЭ нельзя пользоваться телефоном, пересаживаться на другое место, оно закреплено за каждым учеником, а также разговаривать с соседом, иначе могут удалить из аудитории. И пересдать экзамен можно будет только через год. Если это будут такие предметы, обязательные для получения аттестата, как русский язык и математика, то, к сожалению, если ребенок будет удален с экзамена, он в этом году аттестат не получит. Анастасия Валдайкина ЕГЭ сдавала год назад. Подготовку вспоминает, как страшный сон. Занималась с репетиторами почти полгода. Сдала все экзамены и поступила на бюджет в Уральскую академию госслужбы. Рассказывает, после испытаниям ЕГЭ в институте учиться проще. При подготовке я изучила очень много материала, который пригодился в дальнейшем в институте. То есть была какая-то база, а в институте на эту базу накладывается сверху дополнительная информация. Всего в этом году ЕГЭ в Первоуральске будут сдавать более 600 старшеклассников. Самым популярным предметом по выбору стало общество знания. Его планирует сдать каждый второй выпускник. Первые экзамены начнутся уже 27 мая. Выпускники будут сдавать литературу и географию. Никита Нехорошков и Александр Захаров. Новости Первоуральск. Падающая башня, ангел над рекой и луга, по которым гуляли мамонты. Интересные подробности из истории Свердловской области узнали юные первоуральцы. При этом выезжать за пределы родного города не пришлось. Виртуальное путешествие школьникам устроили в кванториуме ЧТПЗ. В основном на Среднем Урале ребята ставили водяные мельницы. Они были расположены где-то по берегам рек. Школьникам рассказали, как жили уральцы 300 лет назад. Какие дома строили, чем пахали и сеяли. Неделя истории проходит в кванториуме ЧТПЗ. Здесь вспомнили о юбилее Свердловской области. 85 лет назад она вышла из состава Уральской. Хотя в целом история региона берет свое начало со времен Петра Великого. Промышленники Демидовы занялись освоением здешних мест и построили железоделательные заводы. С тех пор Урал – опорный край державы. Тут добывают полезные ископаемые и на заводах производят нужную стране продукцию. Юные первоуральцы разгадывали ребусы и таким образом путешествовали по области. Узнавали о памятниках архитектуры и природных красотах края. Также поговорили о значении Первоуральска в истории области. Май месяц – это 9 мая, день памяти Великой Отечественной войны, День Победы. И также у нас в городе Первоуральск это приурочено к 85-летию завода, нашего индустриального партнера группы ЧТПЗ. Дистанция протяженностью в три года. Представители общественной организации «Первуральск – город чемпионов» объявили о прекращении волонтерской деятельности. Я думаю, на сегодняшний день мы сделали все возможное, что задумывали и что возможно сделать в этом городе. Сейчас спорт на подъеме, многие секции начали проводить различные соревнования. Старт активизировался, да. Есть интересные другие спортивные мероприятия. Я думаю, город чемпионов больше не нужен этому городу. О закрытии общественной организации представители города чемпионов объявили во время соревнований по плаванию, которые устроили во дворце водных видов спорта. Пригласили тех, кто занимается в секциях дворца. Откликнулись 300 человек. Самым младшим 10 лет. Им предложили проплыть 50 метров кролем и брасом, а для участников постарше дистанцию увеличили в два раза. Первенство дворца водных видов спорта проводят в «Первуральске» в течение 30 лет. Болеть за участников позвали родителей. Соревнования у нас проводятся в декабре и в мае. В мае обычно у нас получаются отчетные соревнования. То есть мы показываем родителям, чего добились наши ребятишки. Жительница Первоуральска выиграла автомобиль. Подарок она получила от крупнейшей в городе сети ювелирных магазинов у Золотой горы. В честь 25-летия покупателям подарили несколько сертификатов на десятки тысяч рублей. А вот кому досталась иномарка, расскажет Дмитрий Коньков. Далее сюжет на правах рекламы. В зале театра «Вариант Аншлаг» многие пришли сюда во время обеденного перерыва с работы. Прямо в спецодежде. Но сегодня Первоуральцев ждет не премьера спектакля, а день рождения сети ювелирных магазинов. Золотая гора! Нет! Под ли Золотой горы? Нет! У Золотой горы! Сеть ювелирных магазинов у Золотой горы отмечает 25-й день рождения и проводит акцию «Золотой день рождения». Сегодня покупателям дарят 10 сертификатов. 3, 5 и 10 тысяч рублей. Победителей случайным образом определяет компьютерная программа. Тех, кто не смог прийти, обрадовали по телефону. Вы стали обладателем подарочного сертификата на 10 тысяч рублей. Аплодисменты! Первый магазин сети открылся на улице Ватутина 24 мая в 1994 году. Сегодня украшения из драгоценных металлов и камней от ведущих ювелирных домов можно приобрести уже в пяти магазинах города. Город у нас небольшой, где-то порядка 160 тысяч, покупатели одни и те же. За 25 лет мы продали больше тонны изделий. Золотых. Про серебро я не говорю, а по золоту мы посчитали. Главная интрига праздника. Кому достанется новый автомобиль «Датсун»? В зале перед объявлением победителя – тишина. Счастливым становится купон Светланы Исаченко. Ключи от машины она доверила своему другу. Мужчина с трудом сдерживает эмоции. Рассказывает, для них эта победа – знак свыше. Сегодня утром, когда я ее отвожу, говорю, ну если мы выиграем с тобой, значит это мы судьба, значит мы уже с тобой не расстанемся. Вот так вот было решено. И вот сейчас я ей звоню, я говорю, мы выиграли машину, значит эта судьба нас соединила, понимаешь, просто соединила. Новый автомобиль владелицы передадут уже в ближайшее время. А владельцы сети у Золотой горы напоминают – это не последний конкурс среди покупателей. Магазины у Золотой горы работают ежедневно с 10 до 19 часов. Дмитрий Коньков, Александр Захаров. Новости Первоуральск. Первоуральского музыканта заметила студия «Союз». Она известна тем, что занимается продвижением известных исполнителей. Молодой человек набирает популярность в социальных сетях и заявляет, что готовит хиты. Первоуральец Илья Лэм занимается музыкой профессионально, записывает песни и продвигает их в интернете. После выхода новой композиции с молодым человеком связались представители Московского продюсерского центра и предложили сотрудничать. Теперь продвижением творчества Первоуральца занимается студия «Союз». Компания помогла стать известными таким исполнителям, как Юлия Савичева, Руки вверх, Максим и Татьяна Буланова. Следующий хит «Первуральский певец» планирует выпустить под лейблом студии «Союз» в июне, но только после того, как защитит диплом. Илья учится в Тюменском нефтегазовом университете. На этом наш выпуск завершен. О других событиях сообщайте в редакции телефон 649292. Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok